У нас есть вопросик, я его немного пропустила, вернулась. Скажите, пожалуйста, как чистить печень? Как чистить печень? Ну, я особо в чистки не вдавалась, но я могу, ребят, сказать, что если вы чувствуете действительно не потому, что кто-то сказал, что это нужно, не потому, что вы где-то прочитали, не потому, что вам кто-то сказал, что с печенью что-то не так, а если вы действительно чувствуете, что вам нужно почистить именно печень, если вы чувствуете, что здесь какая-то тяжесть, какое-то подташнивание, может быть, белочки на глазах немножечко пожелтели, то тогда в этом случае я бы просто порекомендовала, я бы, наверное, не насиловала вашу печень всякими различными чистыми, но я бы порекомендовала на заход в чистые дни, когда вы заходите в чистые дни, то магнезия, по-моему, она называется магнезия, то вот эту вот магнезию развести, ну, там, получается, один грамм, по-моему, на килограмм, если я не ошибаюсь, вот развести эту магнезию, выпить ее, я ее два раза, по-моему, делала себе, просто на стакан горячей воды размешивала ее, потом остывала вода, я ее выпивала, далее вы делаете либо легкий-легкий, очень легкий травяной какой-нибудь настой, ну, прям совсем легкий, либо просто вода с лимоном, горячая вода с лимоном, кладете сюда на правый бок грелочку, сами вкладываете там перед телевизором, перед компьютером, неважно, на грелочку, именно на печень, и в течение часа пьете эту горячую воду с лимоном, можно немножечко добавить меда, это уже на усмотрение. У меня тут кошки, вот, и в течение часа пьете вот эту вот горячую воду и лежите на грелочке, на горячей грелке, чтобы именно было печенью. И у нас что происходит? У нас происходит, что вот эта вот магнезия, соль, да, она получается, что она себя втягивает все-все-все из вашего организма максимально. И когда у нас горячая на печени, то у нас желчные оттоки, желчные пути, они от горячего расширяются. И вся вот эта вот застойная желчь, она вытягивается на эту магнезию. И если вы потом пойдете в туалет, ну, вы в любом случае потом пойдете в туалет, вы даже увидите, что у вас кал, он абсолютно другого цвета будет. Вот он будет с такой прям чернинкой, потому что вот эти вот желчные оттоки все почистятся. Это все, что я, что из моих рекомендаций для печени, все, что я бы рекомендовала. Ну и, конечно же, выход из сухих дней – это на полыне, потому что полынь обладает, я уже много раз рассказывала, какими свойствами, и в том числе желчегонные. Когда у нас уже после сухих дней у нас лишняя вода вышла, у нас желчные оттоки, они уже немножечко прочистились, а что не прочищено, осталось именно в этих трубочках, и печень у нас уже, она немножечко сжимается на сухих днях, потому что там жидкости не так много, там только получается ваша жидкость и циркуляция крови идет. И когда вы полынь начинаете пить, то как бы эта печень сначала как губка раскрывается, впитывает эту полынь, а потом как губка прочищается, вымывается все это. И у вас вот эта вот желчь, она естественным способом, она выходит. Тоже очень комфортно. Без всяких трудоемких чисток, которые делаются по несколько дней в определенные часы, и некоторые говорят, что это даже очень болезненно, когда там какие-то камушки пойдут. Я думаю, что все-таки экологичный способ было бы здорово. Вроде бы раскрыла. Продолжение следует...